Приветствую вас, честно скажу, что я не сторонник обобщенных ответов. То есть обобщенный ответ, это очень, знаете, такое раздолье для экспертов, да, то есть можно говорить просто всё, что угодно, информацию, там, выставлять точь какую угодно, и, в общем-то, будет в итоге куча, просто куча информации, но что она даст, это куча информации, какую пользу она вас принесёт, вопрос, достаточно, на мой взгляд, вопрос-дискуссионный. Потому что, ну, надеюсь, вы понимаете, вот как правильно вам сказал коллега, то, что ноги зависят от возраста ребёнка. Ну, полагаю, что если он учится, как вы говорите, то тогда нужно, наверное, заключить, что у ребёнка уже есть такой, ну, определённый, скажем так, возраст недостаточный для того, чтобы проходить обучение. И если так, то тогда, соответственно, я думаю, что можно обратить внимание на две важные составляющие того, что вы хотите для него донести. Две важные составляющие процесса обучения на самом деле. Первый важный момент включается в мотивации того, что делает, что делает ребёнок. То есть у школьника, у человека, который проходит обучение, необходимо формировать достаточную мотивацию для того, чтобы он, ну, хотя бы желал учиться. И мотивация эта, она может проявляться на самом деле в самых разных моментах. То есть вы можете расписывать ребёнку, что значит его обучение. Вы можете объяснять ребёнку, насколько важно то, что он делает. Вы можете объяснять ребёнку, насколько, там, это принесёт ему пользу. Вы можете говорить ребёнку, приводить, там, примеры того, как учёба повлияла на людей, на детей, показывать примеры того, что учёба сделала с детьми и к чему она их привела. Может быть, ребёнка этот заинтересует. С другой стороны, вы можете стимулировать вашего же малыша тем, чтобы он пал палчит. То есть вы можете говорить ему, учись хорошо, например, и если ты будешь хорошо учиться, то, соответственно, вы ему, там, что-то, например, предложите, вы ему, там, что-то дадите, может быть, что-то позволите, ну и так далее. То есть здесь всё упирается исключительно в вашу фантазию. Это очередной момент. Далее вы можете придать ребёнку, придать значение тому, что ребёнок делает. То есть, например, вы можете сказать, что факт обучения для ребёнка означает, что, например, он уже взрослый, и что процесс обучения делает его взрослым. И что, ага, вообще-то говоря, когда ребёнок хочется, у них всё большие ответственности. То есть, что с этой ответственностью справляется далеко не все. И вы можете показать ему, там, этих двоечников, например, которые не могут справляться с этой ответственностью и так далее. То есть, по сути, вы можете придать значение тому, что ребёнок делает. То есть, просто показать новые смыслы того, что дальше ребёнку, ну, более-менее обычным, более-менее обыденным уже и так далее. Чтобы у него появился личный мотив, чтобы у него было ощущение, что он делает там что-то важное, что-то, как бы, значимое и так далее. Если вы сможете это сделать, если у вас это получится сделать, то, я думаю, проблем с тем, чтобы мотивировать ребёнка на обучение у вас не будет. Дальше. Дальше. Дальше желательно бы избежать давления. Давление на ребёнка вот с какой стороны. То есть, давление на ребёнка стоит избежать с той точки зрения, чтобы он обязательно, например, занимался, чтобы он обязательно, например, что-то изучал. Давление на ребёнка следует избежать для того, чтобы не было излишнего переживания, например, из-за оценок. Чтобы ребёнок не переживал, там, по поводу каких-то оценок. Чтобы он занимался тем, что ему нравится. Чтобы он учился в обходе и так далее. И вам, в свою очередь, нужно доносить до него как можно более чётко, что важны не оценки, которые он приносит там из-за оценок. Это всего лишь достаточно общий показатель какого-то процесса обучения, но не показатель освоения материала. То есть, вот это вот желательно по возможности понимать. То есть, чем лучше вы для себя вот этот момент уясните, тем лучше будет это понимать ребёнок. Ещё раз. Как бы, отложение материала в памяти кратко-временно достаточно для того, чтобы ребёнок, ну, скажем так, хорошо ответил на вопрос. Чтобы ребёнок хорошо, как бы, там, дал экзамен и так далее. Но это не значит, что данный материал уложится у ребёнка и он сможет его использовать в дальнейшем. Потому что если стимул для того, чтобы улучшить именно хорошую оценку слишком большой, то он превалирует над желанием ребёнка именно изучать материал. Познание, любое познание, это процесс всегда такой, я бы сказал, достаточно свободный. Понимаете? И если его помещать в какие-то рамки, то будет только хуже и для ребёнка, и для вас. Вот если все вот эти аспекты вы для себя уясните, то все эти аспекты вы сделаете своими, да, если все эти аспекты вы примете к сведению, то я думаю, я думаю, что шанс на то, что ребёнок будет интересоваться учёбой больше, или, по крайней мере, не будет воспринимать учёбу как что-то такое тяжёлое, грустное, бояться, например, плохих оценок, или ещё более глубокий процесс – это реакция в фрустрации, реакция в виде фрустрации на невозможность осуществления, на невозможность предовлетворения ожидания родителей и учителей, и из-за этого, соответственно, будет соответствующая реакция и поведение. Этого у вас не будет. Но зависит это всё же непосредственно от вас, потому что, ну, только вам решать, будет ли ребёнок воспринимать учёбу как что-то свободное или нет. И я думаю, что вам самой нужно определить для себя, что всё-таки для вас является более приоритетным. Да, то есть, либо приоритет у вас – это оценки, тогда ребёнок будет, как бы, относиться к учёбе соответствующей. Либо это всё-таки больше семантическое, так сказать, обоснование, и тогда ребёнок будет более свободно относиться к тому, что он делает. Решать здесь вам. Но я думаю, я думаю, что если вы хотите заинтересовать, именно заинтересовать ребёнка, ну, вам стоит обратить внимание, как минимум стоит обратить внимание на всё то, что я вам сказал. Просто потому, что это важно, просто потому, что это пойдёт на пользу только вам и вашему ребёнку. Не будет его формировать и позволит свободно относиться к такому тонкому достаточно процессу, как процесс обучения. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Действительно, лучше было бы вам помочь уточнить свой вопрос, да, то есть, сказать, о чём именно. Проблема заключается как в возрасте у ребёнка, какова ситуация в вашей семье, чтобы всё-таки получить ответ на свой вопрос более примитивно, более конкретно. Вот. Если вы дополните свой вопрос, то, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что дополнили, чтобы я прочитал и, может быть, тоже дополнил свой ответ. Соответственно, если какие-то у вас вопросы остались именно ко мне, пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Ф Ariel Herrz Продолжение следует...